Существует правило 20-20-20, да, что каждые 20 минут рекомендуется отвлечься на 20 секунд и посмотреть на 20 футов в перерасчете это 6 метров, да, то есть вдаль. Посмотреть вдаль, чтобы глаз отдохнул. Акомодация расслаблена, когда мы смотрим вдаль. Посмотреть за окном. Те, кто целыми днями проводит за экраном монитора, наверняка знают, это несложное упражнение. Кстати, по данным ВОЗ, в среднем человек проводит у компьютера или смартфона порядка 5 часов в день. По этой причине и пациентов у врачей-офтальмологов в последние годы стало гораздо больше. Они приходят не только с жалобами, но и с просьбой просто порекомендовать им и рассказать, как же им сохранить свое зрение, да, в условиях общения с компьютером. Многих вот перевели сейчас на дистанционное обучение, на дистанционную работу. Есть люди, которые даже с этим не сталкивались. Сейчас в арсенале офтальмолога и пациента достаточно много таких приспособлений, которые мы можем помогать и профилактировать. Во-первых, это здоровый образ жизни и здоровые зрительные привычки. Все эти разговоры про физические нагрузки и правильное питание – это не просто набор дежурных рекомендаций. Так, например, игры с предметами, будь то валанчик, шайба или любая разновидность мяча, отлично тренируют мышцы глаз. А они у нас, как известно, обычно в стрессе от постоянного просмотра гаджета. Исследования показывают, что вот этот синий-фиолетовый цвет, свет, который излучают цифровые носители, он может влиять и в какой-то мере влияет на выработку мелатонина. Мелатонин – это гормон, который регулирует бодрствование и сон. Это получается, что для того, чтобы мелатонин вырабатывался, и вы хорошо спали и хорошо отдыхали, и у вас не было усталости, депрессии, и раздражительности и прочих вещей, значит, нужно обязательно за два часа до сна убирать эти гаджеты. Иначе мелатонин, получается, под воздействием этого света, он у вас не вырабатывается. Вы очень плохо отдыхаете. Чтобы контролировать время, проведенное у экрана, существуют такие вот инструкции. Здесь по возрастным группам они разделены в зависимости от возрастной группы. Все зрительные привычки должны меняться. Мы рассказываем, как правильно соблюдать расстояние, какое оно должно быть до компьютера. То есть это компьютер, вытянутая рука. Если это касается какого-то печатного текста, это расстояние 35-40 см. Очень важно соблюдать режимы зрительной нагрузки, то есть всегда чередовать режим отдыха, режим нагрузки. Помимо выработки полезных привычек, врачи настаивают на ежегодном посещении офтальмолога. Другой момент, если у пациента уже есть какие-то нарушения по зрению, и он хочет не допустить дальнейшего падения своего зрения здесь есть, мы подключаем уже какие-то медикаментозные, расслабляющие капли. Мы рекомендуем специальные очки. Сейчас, слава богу, очковая коррекция, она не стоит на месте, и производители очковых линз идут в ногу со временем. Есть очень много очковых линз, которые помогают разгрузить глазки именно при работе за компьютером. Они помогут защитить глаза от фиолетового свечения экрана. Также в последнее время стали популярны кабинеты зрительных тренировок. Здесь, как и в тренажерном зале, можно работать над глазными мышцами, а также при необходимости проходить физиотерапию. Как и в других областях медицины, в офтальмологии придерживаются мнения о том, что профилактика – это лучше, дешевле и легче, чем лечение. А потому не стоит откладывать визит к специалисту.